Всем привет, дорогие друзья, у меня для вас новость. Что ж, с недавнего времени мы поняли, что Project Duel является эксклюзивом для PlayStation. И тут позавчера мне приходит такая вот новость, смотрите. Ну и что такого, скажете вы? А я вот вам отвечу. Сука. Ох, наконец-то написал. Давайте все-таки разберемся, что же произошло, из-за чего я так бомблю. Давайте вот вместе вот все и переведем. Так, у многих игроков на ПК нет денег на PlayStation 4, и поэтому они вот жалуются, почему у них нету консольки, и типа, лол, почему они не могут играть в эту замечательную игру. И они вот жалуются, и вот кто-то даже написал, блин, такую вот дедукцию, чтобы... Ну, как бы, чтобы обратиться к разработчикам. Да, бы они выпустили эту игру на ПК, но я скажу вам кое-что. Хуй там. Я не собираюсь. Я... Я не знаю, я буду протестовать против того, чтобы ее протонули на ПК. Еще чего не хватало, ага. Мою любимую игру, чтобы на ПК. Да хрен там. Ой, да вы только посмотрите. Меня просят подписать петицию. Нетушки, нет-нет, и ни за что никогда в жизни. Хотя это говно уже подписали 500 человек, представляете? Я на самом деле даже не знаю, как игроки на ПК будут играть в эту игру, но вы представляете? Тут нужен геймпад. Хотя, ну да, можно купить другой какой-нибудь любой геймпад, но лучший геймпад от PS4 или PS3. Тем не менее, как они не собираются подключать его к ПК? Я сам... Короче, просто бред какой-то. У ПКшников нет денег на консоли, но зато есть деньги на более мощный ПК. Нет, вы издеваетесь? Помимо этой игры есть много других игр на ПК. Допустим, CSGO. Ну чё вы, блин, молчите-то все. CSGO.DOT, это же шедевры называется. Ну или попросту я ошибаюсь, но да вообще не важно. Если же нет денег на консоль, или, допустим, на ПК не выпустят всё-таки эту игру, есть другой вариант. Можно скачать эмулятор PSP на свой Android-девайс, и, собственно, установить одну из этих игр, там есть парочку, есть игр. Можно установить на телефон и играть спокойно, со спокойной душой. Так что нечего лезть в, ну, в дела консольщиков, так сказать. Все меня, наверное, посчитают консоли дрочером, ну, хотя так и есть. Ладно, всё, короче, не будем об этом. Переходим к следующим новостям. Так, ну, бесконечное лето я уже снимать не буду, так как я поменял своё устройство для работы, и, тем более, блин, сохранение там у меня все сбиты, перемешаны и тому подобное. Мне просто, знаете, не хватит времени всё это перенести, переиграть. Знаете, это очень долгая игра и очень утомляет. Так, ладно, с одной проблемой разобрались, идём далее. Ютубчик на этом не остановился. Дальше продолжает списывать подписчиков. Ну, конечно, меньше, но всё же. Тем не менее, и пострадал от этого тоже я, блин. Хоть у меня и так вообще нет подписчиков, он берёт ещё и отписывает у меня по одному человечку. Это вообще не честно. Господи, меня так бомбит, капец, вы даже не представляете. От имени моего канала я официально заявляю. Ютуб, иди ты нахуй, заебал, бедорас. Тем не менее, никто не может объяснить причину этого случая. Никто вообще, ни разработчики, никто даже не заморачивается об этом. Просто всем насрать. Говорят, типа, мол, вот, как там они сказали? Блин, я забыл. А, отписывают неактивные каналы. Я просто не понимаю, какого хрена? Ну, да ладно. Таких, наверное, вряд ли нет. Ну, такие бывают. Потому что люди, бывает, забывают свои аккаунты, пароли. И так вот оставляются. Ну, хотя зачем, ну... Зачем у меня отписали? У меня ничего нету. Чё вы делаете, ребят? Ну, это нечестно. Ох, ладно, я немного высказался. Что ж, думаю, тут пора заканчивать. Что ж, ребят, подписывайтесь на канал. Будем набирать силы. Что ж, а на этом всем пока. Удачи. Простите, ребят, сегодня без няшек.